Все, нажимай. Идет запись? Да. Отлично. Так, ну у нас очередная шоколадная пятница, которую мы снимаем каждую пятницу, стараясь не пропускать ни дня. А сегодня мы попытаемся рассказать вам о сублиматах, поподробнее, что-то дно обещали, и так, что это, с чем это едят, и так далее. Так вот, для того, чтобы показать вам, что такое сублимированные продукты, мы сейчас пойдем в зал. Еще раз напомню вам, что приходят они, приходят они вот в таких пакетах. Есть огромное разнообразие, в принципе, много всего замечательного, есть и всякие экзотические вещи, есть ананасы, абрикосы, а есть сливы, черники и прочие смородины. Вот, есть вот такие совершенно чудесные, раз чудесные кусочки лимонов и апельсинов. Вот, видно? Видно на свету, да? Вот так хорошо. Есть замечательная облепиха, не всем нравится вкус, но ягода дает исключительный цвет, и люди, кто задавал нам вопрос относительно того, как можно использовать их в качестве красителей, сегодня получат на него конкретный ответ. Пойдем. Так вот, мы взяли для эксперимента несколько всяких разных ягодок. Вот, например, клубника. Вот так вот она выглядела. Эта клубника двух сортов тут смешанная, она идет резаная вот такими кусочками, и идет цельная вот такими цельными ягодками. Еще раз напомню, что принцип сушки ягод заключается в том, что ягоды сушатся в вакууме при очень низкой температуре. Домохозяйки наверняка знают, что белье на морозе высыхает очень здорово, поэтому принцип сушки ягод в вакууме схож примерно с этим. То есть помещаются ягоды в очень низкую температуру, в вакуумную камеру, и происходит испарение, холодное испарение воды, клетки при этом не разрываются. Если вы помните, то любая замороженная ягода, если мы ее потом размораживаем, достигает потом такого замечательного эффекта при разморозке, знаете, вот такая вот сопля такая страшная. А эти ягодки, они сухие, по ощущению напоминают пенопласт. По сути дела, смотрите, что происходит. Мы все знаем, что ягодки состоят из клеток, то есть все живое состоит из клеток. Клетки, они вот примерно вот такие, они включают в себя бедро клетки, и в случае с ягодками все вот это пространство заполнено водой. Поэтому вот такие вот клетки, вот так вот мы их схематично рисуем, каким-то образом они друг другом соединяются. Вот эта клубничка наша, такая импровизированная, вот, она внутри почти на 80-90% состоит из воды. Если мы с вами, для примера, сунем нос в нашу морозилку, мы увидим здесь замечательное большое количество всяческого фруктового пюре фирмы Понтье, очень замечательное. Пюре вкусное, чудесное. Но, суть в чем, смотрите, если мы разморозим 100 грамм этого пюре, то мы можем с вами понять, что в принципе, вот это на самом деле одно и то же. Хороший принцип сохранения свежей ягоды заключается в чем? Мы можем или ее тут же переработать, вот там, где она выросла, хорошую свежую ягоду. Если мы покупаем клубнику, например, голландскую, там, в каких-нибудь лотках, то мы имеем, ну, мы не знаем, что мы имеем на самом деле. Там может быть как хорошо, так и плохо, как ароматно, так и не очень, как выращенная на грунте, так и там, ягода, которая росла, как это называется, когда воду подают вместе с удобрениями. Да, 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 в общем, короче говоря, растет она в гидропонических условиях, да. Так вот, что здесь? Здесь ягоды высокого качества, которые созрели прямо на грядке, были собраны и в эту же секунду заморожены, ну, переработаны, естественно, в этот же день заморожены на специальном оборудовании, которое быстро замораживает с добавлением небольшого количества сахара или... Сейчас скажу, чего, где у нас тут написано. Добавлять немного глюкозы, зачем? Чтобы не было кристаллизации. Почему? Потому что во время заморозки происходит один очень интересный эффект. Вот, власть. Как мы знаем, если в бутылку залить воду, вот, и потом быстро ее охладить, вот, то бутылка у нас трескается. За счет чего? Потому что вода имеет такое свойство, вода расширяется. То есть, если у нас есть вот такой вот объем воды, предположим, в обычном состоянии, то если мы ее охлаждаем, переводим вот в это состояние, то вода увеличивается, ну, немного, но этого хватает, то есть у нас становится чуть больше. Вот так вот, да? Вот этого хватает, чтобы разорвать бутылку. Мы все знаем, что, в общем, это происходит еще со школы. Что вода у нас при расширении, при замерзании расширяется. Если мы с вами возьмем вот это самое замечательное пюре, вот, и озадачимся мыслью, а сколько у нас здесь сухих веществ? Что попадает на сухие вещества? Это масла, которые содержат аромат, разные всякие оболочки вот этих вот клеток, да, там цитоплазма всякая разная, не важно что. Но самое забавное, что если мы озаботимся понять, сколько здесь воды, то выяснить это очень-очень просто. Мы возьмем, например, 100 грамм пюре и поместим его в микроволновку. На слабом режиме будем выпаривать пюре до тех пор, пока не останутся чисто сухие вещества. И в 100 граммах пюре остается, на самом деле, примерно, ну, около 8-10% сухих веществ. Это говорит о том, ну, в зависимости от разных ягод, да, то есть ягоды могут давать, скажем, до 15% некоторые, то есть в зависимости от того, сколько воды, да, воду мы всю в микроволновке выпариваем, получается, что 80-90% воды, до 20 даже, вот так вот, скажем, в зависимости от ягоды, да, только 10% это вещества, которые отвечают за вкус и аромат, и 90% вода. Итак, покупая упаковку пюре в клубнике, мы получаем с вами 10% ароматики и 90% воды. Это совершенно четко эксперимент, который ставится, когда нам нужно выяснить, когда нам нужно выяснить для составления рецепта, сколько у нас сухих веществ, а сколько воды, например, когда мы делаем ганаш из пюре, из фруктового, нам нужно знать, чтобы ганаш был определенной плотности, определенной стабильности, мы обычно вычисляем с вами свободную воду. Так вот, для того, чтобы вычислить свободную воду во фруктовом пюре, надо просто взять там 20-30 грамм пюре, взвесить, испарить всю воду, взвесить то, что осталось. Таким образом мы поймем, сколько воды в этой заме пюрешки. И вот этот способ, это то же самое, тоже хороший способ сохранить ягоду в идеальном состоянии. Так вот, что происходит, когда мы замораживаем ягоду? Вот таким вот образом. Мы добавляем туда 10% глюкозы, да, очень мелко ее режем, фактически, там до каких-то совершенно маленьких частиц, и очень быстро замораживаем. Во время быстрой заморозки часть клеток, все-таки большая часть клеток, сохраняет форму, да. Ну, естественно, что как бы, когда ягоду режут, это фактически уже сок, да. То есть получается, что так или иначе, большинство клеток, содержащих воду, в пюре замороженном, оно разрушено. Что происходит при элеофильной сушке, или так называемой сублюмационной сушке, в нашу термину? Вообще, эту вещь изобрели для того, чтобы продукты можно было возить с собой, не перевозя, собственно, саму воду. А использовали это для того, чтобы отправлять продукты космонавтам, так как вода там бегает по циклу, все об этом знают. Ну и в частности для того, чтобы, например, снабжать экспедиции, турпоходы и так далее, чтобы не таскать, опять же, с собой лишний вес. Вы представляете, для того, чтобы взять килограмм ягод, вам достаточно положить с собой в пакет, например, там 100-граммовый пакетик клубники, это фактически килограмм свежей клубники. Ну, может быть, не килограмм, а грамм 800. Вот так. Что происходит при элеофильной сушке? Получается следующая вещь. Молекула воды в клетке, да? То есть, понятно, что клетка состоит из молекул, молекул из атомов и так далее. Молекулы воды в клетке, которые находятся, они на самом деле очень маленькие. А клетка, по сути дела, это оболочка клетки, опять же, какой-то там другой состав. Молекулы воды могут проходить сквозь оболочки клетки, но только при определенных условиях, если их оттуда доставать. Так вот, достают их следующим образом. Получается, что если резко в безвоздушном пространстве, вакуум, это что такое? Это пылесос на пылесос, фактически. То есть, мы здесь делаем разрежение. У нас вот есть некая ягода, да? В ней есть клетка, вот она. Мы здесь делаем отсутствие воздуха, то есть, вытягиваем воздух. Получается, что здесь разреженное пространство. И когда мы все это дело в замороженном состоянии помещаем в вакуум, у нас молекулы воды начинают выскакивать из... То есть, так же, как сушится белье. Молекулы воды выскакивают просто из ягод. Белье, естественно, сушится без вакуума, но по понятным причинам, да? Как на балконе зимой сделать вакуум. Просто оно высыхает достаточно долго. А в вакууме все происходит значительно быстрее. Молекулы воды тем самым выскакивают из клеток и покидают их навсегда. Остается вот такой вот продукт, сохраняющий форму. Почему? Потому что, ну вот клетка, вот она была, мы ее показывали, да? Вот из нее всю воду убрали, а сама клеточная мембрана, она осталась. Поэтому сами вот эти клубички, они напоминают пенопластовые ягодки. Короче, с клифосоской. Короче, с клифосоской. Поникай. Ароматно? Очень. Очень. Почему очень ароматно? Потому что сразу в воздух попадают ароматические вещества из ягоды. Вода их не сдерживает, они в воде не растворены. Поэтому получается очень, очень сильная ароматная вещь. Так вот, пенопластовые ягодки такие, если их поместить во влажную среду, они очень быстро набирают влагу. Поэтому запомните важную вещь. Если мы с вами ягоды с сублимационной сушки открыли пакет, надо как можно быстрее его использовать. А почему, собственно говоря, выгодно его использовать? Конечно, выгодно экономически в том числе. Потому что хорошее пюре, килограмм, да, то есть килограмм пюре, мы говорим о том, что это грамм, может быть, 100, да, 150, вот такой вот ягодки. 150 грамм ягодки стоит сублимированно дешевле, чем килограмм пюре. Это уже говорит об их плюсе. Но мы с вами говорим о том, что мы можем их использовать достаточно эффективно, потому что они сухие. То есть давайте подумаем, каким образом использовать это преимущество. Полностью сухое отсутствие воды, никакого другого применения, кроме как запихнуть этого в шоколад, у нас нет. Наша идея в том, чтобы использовать эти ягоды в двух применениях. Применение первое. Мы запихнем их в шоколад. Шоколад это у нас жировая структура, она в воде не содержит. И, соответственно, вода в шоколаде это ганаш. Ганаш нам не нужен. Ганаш мы сделаем из пюре. А вот эту штуку мы попытаемся использовать для ароматизации любого вида шоколада. В принципе, можно ароматизировать и темный шоколад, и молочный. Но мы сегодня будем ароматизировать белый, так как еще покажем эффект улучшения цвета. Специально для этого дела мы купили вот такую вещь. Вот этот прибор называется кофемолка. Представляет он из себя два вот таких вот предмета. Там жернов и здесь жернов. То есть, по сути дела, это жерновая кофемолка, которая превращает любой продукт в порошок. Предназначен для кофе. Но мы взяли и обработали несколько видов ягод. Вот смотрите, что получилось. Вот это вот у нас получился порошок брусники. Вот он такой. Естественно, что можно получать более мелкую фракцию. Здесь вот есть регулятор. Регулируется расстояние между ножами, между жерновами. Ну и, соответственно, это у нас облепиха вот такая, оранжевая. Ой, пахнет как! Обалдеть! Так, а здесь у нас с вами... А, лимон! Лимон, конечно, цвета не даст шоколаду, но тем не менее. Мы заранее темперировали шоколад. Смотрите, он у нас уже застыл. Поэтому мы сейчас с вами возьмем и немножко его подогреем. 10 секунд при кроваволновке. Разрушим часть кристаллов. Вспоминаем теорию темперирования. Кристаллы постоянно растут. Наша задача постоянно держать шоколад в тонусе. Разрушая часть кристаллов любым методом нагрева. Общите, Мирон. Мы берем с вами термометр. О, кстати, друзья. По поводу термометра. В шоколаде появилось два новых термометра. Первое. С нами пришли новые пирометры. Они вот такие желтые, симпатичные. Вы их никогда не потеряете. Да? Вот, видите? Замечательно меряет температуру. Но при этом, смотрите. Помните, были у нас пирометры синенькие? Он стоил 3000 рублей, а этот пирометр стоит 2500. Товарищи, налетай, подешевело. Доллар приподнялся. Но так случилось, что эти пирометры пришли без батареек и в обычных пакетиках. Батарейки мы к ним тут же купили. А не переплачивая за упаковку, можно сэкономить целых 500 рублей. Вторая вещь, о которой мы сами долго мечтали. Те, кто был у нас на курсах, помнят. Для того, чтобы варить, например, карамель или сделать еще что-то, иногда нужен контактный термометр. Вот такая палочка с дисплеем. Смотрите. Я нажимаю кнопочку. И тут появляется температура. Оп. Видите? Вот. Температура меряется вот здесь. В чем разница? Вот эта штука хороша. Мы ее никогда не пачкаем. Но ей нельзя померить температуру сиропа, например. Температуру тепящей жидкости. Потому что она будет мерить температуру пара. А эту штуковину, ее можно поставить и замерить температуру более точно. Она меряет не так быстро. Нужно несколько секунд для того, чтобы сама палочка нагрелась. Но вот она нам говорит, что у нас там те же самые 31 градус в белом шоколаде в этом есть. Вот. Вот такой вот чудо-прибор выпечем. Очень полезный. Использовать его мы, конечно, будем в основном для шоколада, для варки сиропов. Мармеладов и так далее. Вот. Шоколад густой, видите? При идее надо бы, конечно, добавить маленькое какао-масло. Какао-масло чуть-чуть разбавит белый шоколад. Ну, сейчас у нас задача в таком не стоит. Итак, вопрос. Сколько нужно добавить в белый шоколад сублимированные ягоды, порошка, для того, чтобы получить эффективный вкус? Мы два дня, да какие два дня, уже гораздо дольше на самом деле тренировались. Несколько раз делали замесы. Еще пять секунд. Слишком густой. И опытным путем выяснили, что по идее, в зависимости от того, насколько интенсивен вкус ягоды, пять-десять процентов, то есть, что получается? Пять мало. Пять мало? Да. Ну, десять процентов, да. Скажем так, десять процентов, это получается десять грамм ягоды на сто грамм шоколада, дают хороший, достаточно интенсивный вкус. Вот у нас тут комок. Давай еще раз помешаем. Тридцать два и шесть. Ну, еще на пять секунд. Делаем абсолютно реальный продукт. Мы поставили задачу показать совершенно коммерческое применение этого дела. То есть, конечно, и дома можно сделать, но мы с вами должны получить продукт, который будет не стыдно и продавать. Вот, смотрите, шоколад взбодрили. В принципе, он стал достаточно такой жидкий, текучий. При этом температура его, по привычке взял свой рабочий пирометр, температура его осталась в рамках. Он у нас темперированный, напоминаю. Вот мы делали пробу, ставили, видите, ничего не липнет. Сухой, по ощущениям, шоколад. Вот, видно, что на термометре уже идет кристаллизация, да. Видно, да, что он такой не выглядит жидким уже, уже блестящий. Все, сболтали. Так, теперь возьмем, давайте, какой сделаем. Давайте сделаем два. Сделаем облепиховый и... Что у нас там был второй, брусничный? Вот. Значит, смотрите, есть две чашки. Ставим чашку, завешиваем. У нас с вами есть такие формы. Мы, в принципе, с ними будем делать отливку. Вот такая формочка. Есть они вот тут, смотрите, у нас. Постоянная продажа, 155 рублей. Появились новые формочки для шоколада, вот такие тоненькие. Видите, I love choco. Отсвечивает. Да, вот такая. Ну, говорят, что ничего не видно. Ну, в общем, это кошка. Здесь надпись шоколад, шоколад, как тебе всегда я рад. Да. Ну, и классические формочки. Мы берем форму на 200 грамм. Так, для того, чтобы отлить две формы, нам понадобится 400 грамм. Отливаем в чашку. В чашку немножко погреем, чтобы шоколад у нас съем. Не забирал температуру. Берем 400 грамм шоколада в одну чашку. 200. 400. Две плитки сделали. По две? По две. О, отлично. 400 грамм в одну чашку. И 400 грамм во вторую. С одной плиткой неинтересно. Ну, конечно, что в одну раз и съели. И все. Вот так там у нас комочек. Комочек лучше удалить. Комочек лучше удалить. Все. 400 грамм во второй чашке. Этот остаток, шоколад темперированный, мы сразу уберем в холодильник. Почему? Потому что он застынет. И потом мы его используем для последующего темперирования другой масок. Так, итого. Вот смотрите. Здесь у нас с вами 400 грамм. Затарили контейнер. Посмотрели. Вот здесь 20 грамм облепихи. Да? То есть, что получается все-таки 5 процентов, да? Ну, 400 грамм. Ну, 5 процентов. А здесь. И здесь где-то около 5. Так. Итак, делаем версию 5 процентную. Берем и наш порошок полностью добавляем сюда. Порошок можно получить, конечно, десятками разных способов. Но, еще раз напоминаю, для того, чтобы получить порошок, сделать его надо сразу, весь, из только что открытого пакета. Если вы пакет вскрыли с ягодами и подержали, они набрали воды, то они у вас вот в этой штуке застрянут просто-напросто. Элементарным образом застрянут. Застрянут, потому что будут уже такие не сухие. Просто прилипнут к жерновам. Казабельск. Вот, покажи. Вот, получается шоколад. Смотрите, мы уже заранее, конечно, немножко поэкспериментировали. Получается, что не каждая ягода содержит в себе достаточно красителей, для того, чтобы давать красивый цвет. Некоторые ягоды окрашивают очень эффектно. Прямо очень-очень. Шоколад получается яркий, насыщенный цвет, даже для белого шоколада это. А некоторые... Зависит от степени измельчения. Да, от того, насколько... Не только от степени измельчения, кстати, зависит. Все-таки от того, насколько естественная краска в ягоде находится в свободном состоянии, насколько она жирорастворима. Потому что шоколад же у нас жир. Конечно, степень измельчения тоже влияет, безусловно, на эти полотенца. Вот. Дальше, смотрите. Поверим форму. Натираем. Вафельным полотенцем. Оно не дает ворсинок. Две формы берем. Как следует натираем. Замечательно. Работаем быстро, потому что у нас еще вторая чашка с шоколадом. Заливаем 200 грамм шоколада. С фруктами. С ягодами. С ягодами. Вот. Вот 200. 203. Пусть будет грамма. Убираем пузыри. Палочка сейчас давайте подровняем так немножко. Как раз 3 грамма уберем. Все. Здесь, ну это конечно ерунда, можно было делать не так. Палочку вот туда. И убираем полотенцем. Первую плитку. Не задерживая сделаем вторую. Палочку чистим. Вы можете спросить меня, почему я предварительно не погрел форму. Есть ответ. Очень простой. Это пластиковая форма. Бюджетная пластиковая форма. ПВХ. ПВХ, да. Пластик ПВХ. Так вот, идея в том, что Если бы у меня была поликарбонатная форма, Я бы старательно бы ее нагрел. А эту форму я могу не очень старательно греть. Что не сказать, вообще не греть. Просто натираю полотенцем. Немножко поднять ее температуру. Потому что она тоненькая. Можно, конечно, маленько и погреть. Все. И отправляем ее. Смотрим, что дальше. Чистим лопатку. Возьми другую. Да, предлагаю взять другую лопатку. Соглашаюсь. Такую же. Смотрим на шоколад. Чуть-чуть загустел. Погреем фелом. Фел на строительном. Так. Чуть-чуть подогрели. И облепиха. С облепиха есть определенная засада. В облепихе есть косточки. Мы их просто промололи. На самом деле, можно, конечно, подумать о том, как их доставать. Вытряхаем. И перемешиваем. Вот облепиха, кстати говоря, содержит в себе какой-то тип натурального красителя. Который, который достаточно эффективно окрашивает шоколад. О, косточек сколько получилось. Ну ладно, будем считать, что с косточками мы, конечно, слегка перемудрили. Облепиха, понимаете, она такая ягода, ее можно просто немножко потереть сквозь крупное сито. И она вся, пока она сухая, развалится в порошок. Это уже проверено. Таким образом, можно отделить косточки. Ну, в нашем случае, косточки будут давать такие черные точки. Все как следует, размалываем. Порошок там, чтобы не оставалось крупинок порошка в шоколаде. Такой получается желтый цвет. После остывания шоколада цвет становится чуть более интенсивным. Это нормально. Ну, это всего 5%. Ну, немножко, да. Было бы 10, было бы интереснее. 5% цвета или 5% ягод? Ну, ягод. Было бы интенсивнее же окрашено. Натираем форму. И, тем не менее, понимаешь, что получается? Смотри. Получается, что у нас было около 20%. То есть, мы на 200-граммовую шоколадку посчитали 10 грамм ягоды. Если мы говорим о том, что 10 грамм ягоды, это почти 100 грамм натуральной ягоды. Да, то есть, та, которая не высушила. Я фильм с пасроном. То получается, что мы на 200-граммовую шоколадку добавили аромата и вкуса от 100 грамм ягод. По-моему, это много. Ну, конечно, можно сделать один к одному. Да. Не могу не согласиться, что имеет смысл попробовать сделать и более ароматную версию. В животе ведь хуже растворяется. В жиру, скажем так, смотрите. Шоколад, конечно, какао-масло это жир. Мы все знаем. Сейчас попробуем немножечко. Новую, свежую. Так вот, есть такое понятие, как жировая матрица. Не имеющая отношения к фильму матрица. Речь идет о том, что жир, какао-масло и, в частности, шоколад, вставляют из себя набор, опять же, молекул, которые достаточно близко друг к другу. Поэтому они очень хорошо удерживают ароматы. И аромат, который находится... То есть, если этот же самый порошок растворить в воде, получится гораздо более ароматных 200 грамм воды, чем 200 грамм шоколада с порошком. Можете проверить. Это правда. Так. Ну, вот у нас вторая шоколадка. Здесь у меня, конечно, шоколад густой. Густой шоколад. Можно будет в следующий раз чуть-чуть разбавить его какао-маслом. То есть, мы помним, что для того, чтобы получить более жидкий шоколад, на практике есть один замечательный метод. Чуть-чуть какао-масла. Какао-масло добавляем в самом начале. Тогда, когда мы тегрируем шоколад, выгреваем его до 40 градусов. Вот туда предварительно можно даже отдельно разогреть масло какао. и его добавляем. Пузыри выходят. Убираем. Шоколад. Так вот. Что мы получили в результате? Мы получаем два вида шоколада. Вместе тоже уберем. Потом выслабляем. Пусть плавлены постоят. Мы очень быстро получили два вида шоколада, основанных на белых, но с различным вкусом. Мы до того, как начать съемку, подготовились и сделали несколько экспериментов. Мы сделали плитку с черной смородиной. Вот она. Получилась вот такая, смотрите, замечательная гранитная структура. Единственное, что когда мы... Вот она. А, ну да. Когда мы мололи эти плитки, да, мололи, точнее сказать, фрукты под них, черную смородину, мы промололи ее на крупном сите. То есть поставили большое расстояние между черновами. И получились, видите, очень крупные частички. Но тем не менее, дает хорошую текстуру. И вот, на мой взгляд, достаточно интересный вкус. Пробуем. Есть черная смородина. Совершенно точно. Это у нас плитка. Вот это. Плитка с клубникой. Вот. А вот это плитка со страшным зверем. Он у нас был в контейнере. Мы не смогли его опоздать. Это сильно похоже на черную рябину или что-то подобное. А вкус что-то очень знакомое. Ну, непонятно. А вот это плитка с красной смородиной. Как мы видим, в клубнике, смотрите, в клубнике больше красящих веществ. Она легче перемалывается в пыль. Красная смородина дает вот такую крапинку, а здесь более равномерная краска. Итак, мы с вами говорили еще о том, что у нас должен получиться в результате совершенно коммерческий продукт. Что нам для этого нужно? В принципе, нам нужно для этого его упаковать. Чтобы его упаковать, мы возьмем вот такой вот, тоже достаточно новый продукт. Причем брать мы его будем в перчатках. Почему в перчатках? Объяснение совершенно законное. Потому что если брать его руками, мы с вами получим то, что получим перчатки разного цвета. Чтобы не было отпечатков пальцев. Вот. Это картон, из которого мы делаем упаковку. Картон с двухсторонней ламинацией. Вот такой золотой красивый лист. Что нам нужно? Нам нужен картон. Вот такая у нас будет минималистичная, но красивая упаковка. Вот такие пакетики. Так, картон мы пока уберем. Вот такой резачок. Резак для бумаги самый обычный. Его большой и интересный плюс в том, что он хорошо режет картон. В отличие от ножниц, режет ровно и красиво. Смотрите, мы возьмем с вами листок картона. Примерно прикинем чуть-чуть. Давайте перевернем плитку. Чуть-чуть пошире плитки. И по длине заметим также, ну сколько, чуть-чуть тоже добавим. Вот так. Все. А давайте теперь мы этот отрежем один. Одну плитку покоим сейчас. Вот так вот. Берем. Ставим по нашей метке. И вот так ролик, смотри. Раз. Отрезали. Все. Рязачок продается в метр-кошнике. И кому надо, бегите туда. Ну или в принципе в любом магазине, который продает вам товары хорошего качества. Укладываем на него плитку. Какую возьмем? Красную смородину? Да. Укладываем на него плитку. Нет, давай сиреневую. Сиреневую? Давай сиреневую. Вот, в перчатках аккуратно укладываем. Берем пакетик. Пакетик у нас есть в продаже. Стоит недорого. Правда продаются упаковками. Так. И плиточку туда вместе с упаковкой. Пакетик будет достаточно плотный. Сначала давайте поместим туда подкладку. Сначала подкладку, а потом плитку. Пакетик будет достаточно плотный. Сейчас мы туда постараемся. Сиреневую перчатку. Да, пожалуй. Нужно просто палочку на самом деле. Есть просто гениальные люди, которые занимаются упаковкой. Я всегда очень завидовал людям, которые умеют красиво упаковывать продукты. Потому что упаковка, конечно, в коммерческом плане это очень важно. Если вы хотите продавать красивый продукт, вот смотрите. Задвигаем до упора. Вот так. Так, вот так. И нашу картонку до упора задвинули. Все. Дальше нам пришла идея. Смотрите. У нас остаются боковины. И вот этот вот кусочек, который будет об шоколад, предположим. Ну, таким-то образом к нему прикасаться. Делать его не очень красивым. Поэтому мы взяли этот лист. Примерно померили высоту шоколадки. Давайте так вот прямо поставим сейчас. И померим высоту шоколадки. Вот. И отрежем от него полоску. Вот такой длины. Придим на длину. Вот так. Сделаем две полосочки. Вот таких. А ты знаешь, получится примерно пополам. Да. Вот так. И вложим их по бокам. Это предохранит плитку от того, чтобы она соприкасалась с картоном. Высоковато получилось почему-то. Сейчас подрежем. И предохранит плитку от соприкосновения лишнего с пленкой. Пожало поставить. О, какие можно тоненькие срезать кусочки. Так. Вот таким вот образом нет. Еще много подрежем. Еще широкой. Но чуть-чуть неровно. Отрезал первый раз. О, отлично. Вот так вот мы ее туда загоняем. Вот такая получилась плитка, видите, с двух сторон. Вот мы предварительно упаковали одну из них. А дальше, смотрите, дальше ситуация еще проще. Плитку задвигаем до конца. Берем сначала нижнюю часть, потом верхнюю. И приклеиваем наклеечку, ярлычок. Вот таким вот образом. Вот. То есть здесь пишем шоколад, белый шоколад с клубникой. Здесь пишем производитель, кто выпустил, дату выпуска. И можно, в принципе, нести на полку. Давайте прикинем экономику. Итак, что мы видим? Пакет белого шоколада. Сейчас пока без всяких скидок по розничным ценам представим, что мы выдвину хозяйки. И во сколько нам обойдется 1130 рублей? И пакет клубники. 50 грамм. Резаный возьмем, да? Давай вот проще. 100 грамм, 300 рублей. Ну, мы же ее тоже можем покрошить. Резаный дешевле. Ну, здесь же 100 грамм проще посчитать на килограмм, правильно? То есть мы знаем, что 100 грамм клубники стоит 300 рублей. Считаем. 100 грамм клубники, 300 рублей. 1 килограмм шоколада. Давай напишем. 1000 грамм. 1000 грамм шоколада. Сколько получается? 1130. 1130 разделим на 2,5. Это сколько получается? Это получается нам надо 2000 разделить на 5. Ну, пусть будет 400 рублей. 1000 грамм, 400 рублей. Получается, что мы что делаем? Даже смотрите, давайте вот так вот прикинем. Пусть будет 400 рублей с запасом. То есть 900 грамм шоколада, пусть у нас стоит 400 рублей. Итого, 1 килограмм нашего шоколада цветного, 10-процентным, да, фактически с 10-процентной добавкой, будет стоить 700 рублей. Вот. И это получается в пересчете на 100 грамм. 100 грамм, 70 рублей. Вот. Абсолютно розничная цена. То есть если дома делать, себестоимость получится примерно вот такой. А то и дешевле. Ну, если взять еще пакетик, там, сколько он, рубль? 1,5-2, там, кусочек картона, ну, незначительная добавка, ну, пусть 75 рублей. То есть, представляете, а, ну, этот 100 грамм. Здесь у нас с вами какая плитка? 200 грамм. 200 грамм у нас с вами получается. 150. 150 рублей, да. В принципе, если мы говорим о каком-то более крупном производстве, да, то рублей за 200 такую плитку, наверное, в магазине вы потом можете у себя выставлять, спело продавать, если у вас есть магазин. Вот. В принципе, это все на сегодня о смеси шоколада с ягодами. При этом, смотрите, мы с вами использовали белый шоколад. Если мы хотим получить какую-то декоративную, декоративные пластинки, или украшения, здесь снижается цветность шоколада, цветность ягод за счет того, что присутствует молоко. То есть, у нас основа с вами белая. Если же мы с вами возьмем прозрачное основу, какао-масло, да, вот оно вот так у нас выглядит, оно у нас есть тоже в продаже. Если мы возьмем с вами какао-масло и смешаем его с ягодой, получится гораздо более яркий, насыщенный цвет продукта, который будет передавать цвет саму ягоду целиком. Из него мы можем делать декоры, различные пластинки, ну и все что угодно. Кроме этого, мы можем использовать порошок ягодный в различных муссах, кремах. Еще есть хорошая идея делать из этого порошка мармелад. Идея простая. Делая мармелад на пюре, мы получаем пюре очень много воды. Да, но об этом мы расскажем с Димкой в следующий понедельник, в ближайший понедельник, начинается 5-дневный мастер-класс, там как раз будет тема по мармеладу, и мы специально снимем ролик, как варить мармелад с сублимированными ягодами. И чем это хорошо, и чем это лучше, чем варить на пюре. Все, всем пока, до встречи. Продолжение следует...